Компьютер и телевизор, проектор, музыкальный центр, хозяйственные принадлежности, одеяло, одним словом, все, что необходимо в повседневной жизни, получили сегодня несколько реабилитационных центров Абхазии. Акции в городах Гала, Чемчиро, Тхуарчал были организованы благотворительным фондом АПСНЫ совместно с ростовской фармацевтической компанией Биофарма. Это первая совместная акция. Ранее помощь этим центрам сотрудники благотворительного фонда АПСНЫ оказывали самостоятельно. Нашим добром, теплом и заботой мы хотим, чтобы эти дети были более счастливы, чтобы у них, на наш взгляд, по их спискам все исполнять, чтобы дети приходили в центры, развивались. И я думаю, что мы готовы на другие проекты с международным фондом АПСНЫ проводить. Всегда рады помочь нашим деткам, они как ваши, так и наши. Поэтому это очень благое дело делать деткам добро. Сегодня на попечении реабилитационного центра в Гале более 100 детей. Ежедневно с ними здесь занимаются опытные врачи и преподаватели. Работники центра с сожалению отмечают, что количество детей с каждым годом увеличивается и возникает необходимость расширения центра. Специалисты говорят, что любая помощь для них бесценна, ведь у центра сегодня нет возможности самостоятельно приобретать все необходимые вещи. Мы очень благодарны фонд международной организации АПСНЫ, потому что они уже давно нам поддерживают. Это очень важно для нас и особенно очень важно для детей. Благодворительный фонд АПСНЫ был создан три года назад. По сей день он продолжает оказывать помощь многим организациям, а также малоимущим семьям. К примеру, все оборудование, которое имеется в этом центре, приобретено за счет средств фонда. Компания Биофарма не так давно начала проводить благотворительную миссию на территории Абхазии, но уже зарекомендовала себя как надежный партнер и помощник во многих делах. Благотворительные акции были проведены еще в нескольких центрах Ачимчиры и Тхорчала. Им также были переданы вещи первой необходимости. По словам организаторов акции, гуманитарная миссия будет продолжена.